...европейских стран. Локомотив в ответном матче этой самой стадии, 1-8 финала, встречается с португальской Бенфикой. Я напомню, что первую игру в Лиссабоне Локомотив выиграть не смог. Он уступил со счетом 0-1. Мяч на 8-й минуте был пропущен. Все остальное время шла, подписали газеты равная игра. Я говорю, подписали газеты, потому что самого мальчика не видел. Вот, наконец, наступает торжественный момент, когда на поле появляются футболисты. Пока нет сразу обеих команд, и Локомотив, и Бенфика. Я надеюсь, что скоро начнется игра. Уже есть такое небольшое опоздание. 8 часов, мяч еще не в игре. Пока об антураже матча, пока болельщики приветствуют команду, я расскажу вам о том, какая в Москве погода. В Москве последние три дня идет дождь, мелкий дождь, идет он местами, но в каждом месте он, наверное, не идет. Везде он прошел. В общем, поле мокрое. Мало того, что оно мокрое, оно еще и устало. На нем каждую неделю в сезоне играли. Так что местами есть проплешины, достаточно сыро в воротах, скользко под ногами у вратарей. И я думаю, что, наверное, вопрос, чью же пользу сегодня это самое тяжелое поле, наверное, вопрос будет одним из самых главных на первых минутах матча. Может быть, он это поле в равной степени сыграет за и против команд обеих соперников. Ну, традиционное приветствие сейчас будет. Я не знаю, будут выигравшие длинные страны, как бы то ни было. Я начну вас знакомить с составами играющих команд. В гости бинтыка. В воротах Мишель Прюдом, номер один. Защитники. Номер седьмой. Жоржо Каладу. Извините, Жозе Каладу. Номер пятый. Жоржо Моралес Бермудес. Он из Колумбии. Номер четвертый. Крестовао Элдер. Номер тринадцатый. Дешейра Димаш. Номер шестой. Гомиш Жамир. Бразилец. Номер двадцатый. Ильян Ильев. И номер десятый. Кандидо Вальдо. Нападающих трое. Тахар из Марокко. У него номер второй. Осмар Денизетти. Бразилец номер двадцать первый. Он забил гол в ворота сборной России в товарищеском матче в сентябре. И номер восьмой. Капитан команды Жоа Пинта. Вот он так мило приветствовал судью сегодняшнего матча. Кстати, о судьях. Все они из Дании. Главный судья Торбен Сиерсон. Его вам показывает наш режиссер Леонид Гущин. И на линии ему сегодня помогут Йенс Ларсен и Ларс Гернер. А делегат УЕФА заодно уж... Нет, пожалуй, после. А делегат УЕФА состав московского локомотива. В воротах номер первый Сергей Овчинников. Номер второй Андрей Соломатин. Номер третий Юрий Дроздов. Номер четвертый Евгений Карлачев. Номер шестой Игорь Чугайнов. Номер седьмой Алексей Косолапов. Номер восьмой Евгений Гуренко. Номер пятнадцатый Владимир Маминов. Номер шестнадцатый Олег Гарас. Номер восемнадцатый Игорь Черевченко. И девятнадцатый номер Олег Пашинин. Ну, самые ловкие вас уже, наверное, усмотрели всех запасных. А я представлю вам их позже, когда начнется... Ну, тогда выдастся пауза в игре. Она как раз уже и началась. А делегат УЕФА Кристиан Ивулари из Румынии. Я его видел. Очень яркий мужчина. Средний год. Причем, футболисты Пенфити, они в красной форме. В первом тайме их ворота будут справа. И первый перехват. Игорь Черевченко, атакующий защитник. Детрига сегодняшнего матча очень проста. Локомотив — это последняя российская команда, которая продолжает выступать в Еврокубке. Продолжает выступать сейчас и имеет шансы... Имеет шансы продолжать борьбу по окончании сегодняшнего вечера. Все остальные наши команды этой возможности уже лишены. Сегодня газета «Спорт Экспресс» опубликовала интервью с Юрием Семеном, главным тренером московского локомотива. Кстати, заодно я представлю вам главного тренера кинфики. Его зовут Паоло Аутори. Он из Бразилии. Юрий Семен — россиян. Юрий Семен сказал, что для локомотива сегодняшняя игра, безусловно, является матчем сезона. Я бы рискнул добавить, что в определенной степени игра эта является матчем сезона для всех российских команд. Я никаким образом не стараюсь преуменьшить значение последнего тура чемпионата России, в котором определился чемпион. И, естественно, я помню, что был в этом году чемпионат Европы. Но, в определенном смысле, это игра сезона для всей России. Все-таки это последний российский клуб, который имеет шансы что-то показать на европейской арене. В международном отношении сезон россиян не полностью провал. Вот локомотив, соответственно, будет сегодня видеться за престиж всей страны. Кстати, ему в этом помогают порядка 6 тысяч зрителей. Возможно, их и больше. Но поскольку моя кандидата и комментария так нависает над как раз той самой трибуной, где основная масса зрителей собралась, точнее, определить я не возьмусь. Вы слышите здесь довольно шумно. Перед началом матча вокруг поля прошел такой импровизированный оркестр. Я бы даже не сказал, что он что-то играл. Он выбивал такой определенный ритм, тот самый ритм, к которому больше всего привыкли в болельщики локомотива. Ну и еще я бы отметил, что на стадионе незамеченная, довольно плотная, хотя и не очень незащитная группа спартаковских фанатов. Они пришли поддержать сегодня локомотив, оспехнули в том числе и на наш призыв. Олег Гаррес смещен на правом фланге от обороны Бенфики. Гуренко! Чуть-чуть промедлил Гуренко, и в обороны вернулся к Анзиду Валду. Ну, привыкли к тому, что это игрок атакующий, игрок диспетчерского уклона. Он возвращается назад на первых минутах матча. Это означает, что Бенфика уже не склонна недооценивать локомотив. Все это означает, что Бенфика настроена серьезно, каждый готов отрабатывать, каждый готов бороться за каждый мяч. Очень много слов каждый. Возвращалась такая вот упорная губковая игра. Снова Гуренко. Пас штрафной. Довольно простой пас штрафной. В тот самый район, где никого не было. Так вот, на самом деле неудивительно, что спартаковские болельщики сегодня на игре. Все-таки, наверное, сказалось и то, что футболисты локомотива приходили. Одну секундочку, Жао Пинту прямо по центру рвется к воротам Обчинникова. Да. Все это происходило в окружении пятерых защитников локомотива. Наверное, все, как можно, оприлы как игроков оборонительного амплуа. И никто и не приступил в прямое единоборство. С капитаном Бенфики. Тем самым капитаном, который забил единственный мяч в первой встрече. Причем на той самом мете, которая соответствует его номеру. На восьмой. Так вот, и футболисты локомотива приходили поддержать спартаку, где с Гамбургом. Ну, результат, правда, это не дало. Но, на самом деле, нарушение правил штрафной в сторону вороты импитера. Ну и, извините, не будем забывать, что именно локомотив в предпоследнем туре чемпионата России, когда Спартак потерял очки в матче с Россельмашем, не позволил Волгоградскому ротору выйти на первое место по набору матча в чемпионате, остановил ротор, и теперь перед последним туром у Спартака вполне нормальный шанс на чемпионский тюрьм. Какой-то степень локомотив спас Спартака. Ну, спас, это довольно-таки пафосное слово, я его потеряю фигурально. Теперь к игре. Она пока что проходит в довольно среднем темпе. И я не скажу, что вот была такая пара фоло-опасных моментов, даже несколько моментов, моменты наклевывались. Вот, помните подачу Гуренко, помните уже попытку Жуау Пинту. Все это, к большому счету, возникает из-за ошибок, из-за напряжения первых минут. Вот, жалко, в окружении, в смысле, что драков оборона локомотива что-то пытался создать. Еще средний темп говорит о том, что команда присматриваются друг к другу. Слишком уж и скользкий счет в первом матче 1-0 пользуют Пинтики. Но вместе с тем, как заметил на после матча в Игре Сабоне, в пресс-конференции Пауло Аутори, Счет 1-0, это как раз такой счет, который очень трудно отыграть. Только чуть-чуть расслабился, одну секундочку. Вот, кажется, сейчас, кажется, Бенфик немножко расслабился. Удар Дростова, удар у него хороший, но, в принципе, хороший. Не в этом, по-первых, не случай. Так вот, чуть-чуть только стоит расслабиться. Команде, которая, казалось бы, сыграла в гостях таким почетным счетом, принято говорить, почетно проиграла. Как ты получаешь мяч в свои ворота, не дай бог, кто-то меня полнотировал, я и по нему штучу, и надо будет уже тренировать. Вот она, цена ошибки в сегодняшнем дне приезда. Ну и в Игре Сабоне тоже нельзя ошибаться. Ведь стоит ли это сделать, так счет по итогу двух матчей сравняется. Я так полагаю, что оффсайд зафиксировал, наверное, судья. Осмор Денизайте немножечко потянул время. Денизайте не выступал в первом матче, он вызывался в сборную Бразилии. Но вот, судя по тем отчетам, которые довелось считать, опять-таки, в Сити Спорт Экспресс относительно игр Бенфити в национальном чемпионате, Денизайте является ключевой фигурой в составе Бенфити. Вот как раз недавно в матче с Шавишем он фактически организовал победу своей команды. Бенфика вела в счете 1-0 практически с самого начала игры. Но потом как-то дело застопорилось. И если бы не индивидуальные действия Денизети, индивидуальные действия, которые в определенной степени позволили взломать оборону Шавиша, наверное, не было бы такого красивого и солидного еще для итогового тренинга. И, может быть, даже Шайдишба отыгрался, и, может быть, шансы у него были. Ну, а последний матч чемпионата Португалии Бенфика играла со Спортингом, со своим земляком тоже из Лиссабона, и проиграла 0-1, тем самым уступив в предыдущем чемпионате Португалии. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что Бенфику можно побеждать, это уже доказано, доказано Спортингом. Плохо, потому что принято считать, что Бенфика это суперклуб, а про суперклуб в свою очередь принято считать, что они два матча подряд не проигрывают. Дроздов неудачно было попытку пройти вперед, и очень опасная фотоатака Бенфики по левому флангу набирает скорость, кто бы этому быть, это Тахар, марокканский легионер. По счастью, не лучший вариант выбрали португальцы. Все закончилось парашютом навесом за ворота Арчиникова. А это Жао Пинту, капитан Бенфики. Его характеризуют как нападающего с огромным диапазоном действий. Вернемся к представлениям, к представлениям о команде сегодняшних. Каким оно у нас сложилось. А локомотиве это первое сложилось. Вернемся к теме через 10 секунд. Опасный момент, удар! И счет сравнялся. Номер второй в составе локомотива это Андрей Соломатин. Отличающийся умением взорваться в нужный момент. Открывает счет в сегодняшнем матче и сравнивает его по итогам двух встреч. Очень рад Андрей. Я рад вместе с ним и еще вместе с ним рады как минимум присутствующие здесь зрители. Посмотрим, как это было. Косолапов получил мяч слева. Очень хорошая передача. Не подгадывал поводок на ногу, просто увидел и сделал передачу. И Соломатин на паузе. Ушел в угол, ушел чуть в сторону от ворот и с острого угла положил этот мяч в дальний угол. Ну, Мишель Придон. Тут вот в нашей стране не так давно разворачивалась дискуссия. Как же должен вратарь в ноги нападающему идти? Лицом или ногами? Вот пошел ногами и не спас. Может быть теперь в Португалии такая дискуссия начнется. 1-0. Ну и вот теперь, наверное, прощаясь средний темп. Теперь пойдет игра не то чтобы открытая, но у обеих команд появился атакующий интерес в сегодняшнем матче. В Жаопинду навешивает штрафную. Овчинников очень уверенно забирает мяч. Его поддерживают трибуны. Харлачев получает мяч. Слева. Пас вперед. Гарас. Олег Гарас, забивший два мяча ротору. Три жемчужине. Как Олег Гарин в лучшие времена, тот тоже так вот садил очередями. Помните, в позапрошлом сезоне, даже не в позапрошлом, а в позапрошлом сезоне, гонка Гарина и Симутенкова бомбардирская. Тогда Симутенков примерно в каждом матче забивал так по голу. А Гарин наоборот с паузами, но хитритер. И довольно-таки важных матчей. Не стоит, наверное, расстраиваться из-за того, что локомотив сегодня выстрел на матче только одного чистого нападающего. Тренеры объяснили мне, что весьма обширные атакующие задания сегодня у Владимира Маминова и Евгения Харлачева. Они фактически должны выступать в качестве крайних нападающих. Ну и вы, наверное, сейчас обращали внимание, Салатов очень далеко выдвигается вперед, когда нужно пересминдовать и стараться отобрать мяч, помешать защитникам активно начать атаку. Снова очень удачный из-за того же железнодорожники Дроздов. Вот первый поток расположен, чем не очень силен Юрий. Беру свой слава обратно, Харлачев. Обплыв? Нет, не обыгрывает. Очень здорово, конечно, бежит Каладу. Трудно будет с набором Харлачевым. И снова смещен Бенфит. Ну что, можно ли утверждать, что поле уже за кого-то сыграло? Я думаю, что нет. В принципе, принято считать, что на тяжелом площадке, на тяжелом поле легче нарушать, чем созидать. Но при счете 0-0, об этом еще можно было бы говорить. Тогда было бы понятно, что локомотиву нужно созидать, а Бенфит и разрушать. Но сейчас этот аргумент уже отпал. Другой аргумент имелся. Напротив, если бы сложилась такая ситуация, когда одна команда больше атакует, а другая больше защищается, действительно, контратакует. Вот в единоборстве защитника и нападающего один в один, то есть как раз при контратаках, поле играет, конечно же, к поезу форварда. Я думаю, что если вспомнить самые мокрые, самые грязные в плане состояния газона, на ней, в принципе, не имею в виду матча чемпионата России этого сезона, то как раз мячи, забитые в контратаках, решали и судьбу. Так было, допустим, в недавнем матче ТСК «Торпеда», когда при счете 1-0, такие случаи, очень много атаковали, но пропустили в контратаке. Мяч раздревал уже, хотя не менее пол состоялся. И также было вот как раз случай с «Локомотивом» в матче 4-го, если не ошибаюсь, тура чемпионата России, когда «Локомотив» выезжал в Самару, а там, значит, вот снег с поля начал убирать буквально за сутки до игры. И повсюду были лужи, а на дне этих луж был лед. И вот тогда тоже в контратаке поболистов крыльев Советов Гарни Кавалян мяч забил. Но я сделал такое отступление, я к нему готовился, поэтому я не мог, естественно, его просто выбросить в урну. Но уже и эта ситуация отпала. Никто не собирается, нельзя сказать ни про одну из команд, что вот она будет больше атаковать, другая будет атаковать меньше, и, следовательно, будет, как это принято говорить, искать шансы в контратаке. Счет сравнялся, следовательно, у обеих команд равные шансы и равные стимулы. Ну, и, естественно, контратак мы сегодня, наверное, увидим. Хотя вот сейчас в определенной степени оперативный простор появился у железнодорожника. Если бы чуть-чуть поудачливее сыграть в подборе, посмотрим за попыткой организовать коллективный отбор. Вот пас в штрафную очень аккуратно прервал Либера Чугайна. Далее мяч откачок сломать, но он сделал неточный передачек, и сразу же, сразу же португальцы попытались отменировать ответную атаку, вернее, походить в атаку едва прервавшихся, но снова тоже ошиблись. Карлачев играет над Гарреса очень неточно, очень неточно. Трудно сказать, что явилось решающим фактором в этой ошибке. Но, наверное, не поле. Не поле, о котором мы с тобой поговорим. Ну, чтобы уж совсем закрыть тему. Сегодня утром шел еще дождь, сейчас он чуть-чуть прекратился. Я задал вопрос относительно качества газона Владимиру Иштрекову, второму тренеру московской команды, и он сказал, что, в принципе, Португалия страна очень влажная, там тоже дожди идут очень часто, и, в принципе, для Берфики, ну, не должно быть сюрпризом, что у них должно быть сыграть на мягком порывском газоне. Юрий Семен недоволен. Она показывает предыдущий момент, когда Харлачев... В общем, довольно неоправданно. Вот как раз тот самый момент, когда у него была возможность прорваться по левому флангу, а Каладу его догнал. Харлачев оттолкнул Каладу руками и получил желтую карточку. Харлачев, наверное, чемпион по таким вот неоправданным желтым карточкам. В первом матче с Вартексом он уже красный успел получить. Пас штрафную, да не зайти, рвется к мячу. Чугайно. Очень спокойно. Да не зайти, постараться придется. Он еще от партнера заветовал помочь. А тем временем начинается новая атака локомотива. И снова все вернулось к такому неторопливому темпу. Я этому даже рад. Я помню прошлогодний матч с Баварией. Я думаю, что после первого матча, после первой игры локомотива были неплохие шансы. Прямо сказать, хорошие. Он тогда в Мюнхене выиграл 1-0. Это было в прошлом году мальчик у Куэфа. Но команда слишком переоценила свои силы. Локомотив побежал забивать Баварию в Москве. И получил пять мячей с Баварией. Вот, наверное, поэтому успокоение команды сейчас на достигнутом. С этого очень важно не пропустить. Хорошо, что забили, но очень важно не пропустить. Если сейчас все-таки пропустить эту ошибку, пресловутую, и опять лечу по дереву, то все может согнуться на круги своими. Счет 1-0 замечательный еще тем, что перед матчем мало кто решается прогнозировать исход. Слишком все скользко, слишком все злыхно. Единственное, из специалистов футбольных, которых я встретил перед матчем, Валерий Владимирович согласился сделать прогноз, но и то тоже очень сильный. Он сказал просто, что, по его мнению, Спартак, Локомотив должен сегодня выбрать, должен пройти по итогам двух встреч. И, естественно, Валерий Владимирович при этом трижды с пленой. Соломатин, Дроздов, Карлачев. Предпосылки для похода вперед Чугайного созданы. Нет. Маминов. Еще правее. Гуренко. И неплохая, вроде, получилась подача. То ли никто не пошел, то ли как-то низко сделал это Гуренко. На самом деле, у него уже и шансов другого не было, другого возможности продолжить атаку. И в этом смысле вот такой успокоенности, наверное, не нужно. Музыку барабана на трибунах слышите? Это вот тот самый оркестр, который перед матчем бродил вокруг поля. И болельщиков это действительно заводит. Ну а спартаковские фаны, про которых я уже рассказывал, которые пришли сегодня поддержать локомотив, они скандируют такое довольно-таки нейтральное, но громкое «Москва в Москву». Почему бы не сказать просто «Москва». Да, и за Москву тоже сегодня нужно побиться. «Московский клуб» все-таки в Европе наиболее известный из всех российских. В прямом степени лицо. Ой, как опасно! Жао Пинту плотно с ним сыграл Черепченко и не позволил португальцу обработать мяч. А если бы это случилось, страшно подумать, что могло бы быть. И как опасно, донизайте прошел слева. Да, вот некоторая расхолаживая самоуспокоенность, скажу, в действиях железнодорожников начала проглядывать. Невнимательно они относятся к контролю мяча. Я бы даже сказал, что пинки-то сейчас хозяин положили. Больше чаще владеет мячом, техничнее с ним работает и ближе подходит к воротам железнодорожников. Да не зайти. Где-то Вальдо был. И Лев. Однофамильный сыгрок от сборной Болгарии. Тахар. Жао Пинту. Ну, в триплинг опустился. Уже, кстати, довольно много было побоевцев локомотивов в обороне. Только Харлачев и Гарас оставались за спиной у Жао Пинту. Пожалуй, что в такой ситуации надо было без нарушений правил мяч отбирать. А, кстати, у португальцев очень даже есть кому ударить. Пашинник. Пашинник нарушил правила. Его легко опознать на поле по отсутствию прическу. Стенка довольно-таки солидная для такого расстояния. Пять человек до низа эти пристроился. Удар. И опасный удар получился. Бил Тахар. Легионер из Марокко. Ах нет, извините, это Жамир. Тоже легионер, но из Бразилии. Летел ли мяч в ворота? Да. Похоже, что летел. Но это уже не важно. Слава Богу, что Овчинников постарался. Харлачев. Нарушение правил. Харлачев получил оперативный простор, так что свисток не был в пользу проигравшего. Ах нет, все-таки еще раз судья свистнул. И тем самым окончательно снял все вопросы. Действительно, свисток... В пользу потерпевшего. И локомотиву придется иметь дело со всей Генфикой. Уже все отошли назад. Самым первым встречают Чугайнова, Жообито и Денизетти. Но они уже пройдены передачей. Косолапов не точно на Гуренко. Тому пришлось бежать за мячом. Пашинин. И на фоне этого, это как-то уравновешивает нынешнее неудачное шестое место в чемпионате стран. Неудачное после того, как до того локомотив поступательно шел на пистал. За прошлым годом был третьим, в прошлым вторым. Фестер шестой. Без шансов подняться выше. Если сегодня, если сегодня локомотив соберется и пройдет в Генфику, вот тогда можно будет считать, что год прожит не напрасно. Тем не менее, ни одного нового футболиста в этом году локомотив, пожалуй, не открыл. Ошибка Гуренко. Джоао Пинту. Ильев. Какой опасный момент. Судья зафиксировал офсайд, но с ним можно не согласиться, потому что Ильев, по-моему, бил поворотом. Давайте еще раз посмотрим. Нет, наверное, нельзя это считать ударом поворотом, но нельзя эти караули. И все равно, все равно очень неудачно сыграл оборону локомотива в этом эпизоде. Самое удивительное, что эти в первом матче. И в первом матче по итогам этой игры был сделан вывод, что Бенфика очень удачно играет флангами. Очень хороши крайние хакбеки Вальдо и Пандуру. Пандуру, правда, сегодня не играет в запасе. И опять, опять, несмотря ни на что, самая опасная атака Бенфика создает после фланговых проходов. Локомотив, в общем-то, не укрепил свои бока. А, если может так выразиться, сердце игры не базирует, не защищено надежными ребрами. По крайней мере, пока. Ну, а Кчинников выручает. В общем-то, защитники в центре тоже играют довольно плотно. Им трудно придраться. Но все же, на это нужно обратить внимание. Черепчин-то. Уж очень не точно. Очень прямолинейно. И видно, что Локомотив осторожничает. Никто не поддержал атаку по центру. Пять футболистов осталось сзади. А в пять атакующих игроков, наверное, очень трудно сломать оборону Бенфики. Чугайнов, нужно идти вперед. Но вот нацеленный пас хоть удался. Косолапов, Гарас. Косолапов извиняется. На момент-то упущен. И с этим ничего уже поделать нельзя. И снова атака Бенфики. И снова она развивается левым флангом. Жоопинто. Выручил Чугайнов. Очень хорош Чугайнов в первых минутах. А Черевченко опять-таки упустил свою зону. Наверное, можно так говорить. Ну, при подаче угловых мы видим рослые, максимально рослые локомотивщики разбирают наиболее опасных игроков Бенфики. Вот оба центральных защитника пришли сейчас штрафную. Четвертый номер Элдер и пятый номер Бермудес. Колумбийский защитник, регионер. Помимо того, что он высокий, он еще и очень плотный. Наверное, по плотности слои своего сложения может с общинником подягаться. Так что это очень опасно угловой. Заткнул локомотивы в шесть футболистов Бенфики. Один из них мешает общинникову. Нет. С ближней штанги. Мяч выносит Чугайнов. Я возьмусь утверждать, что, наверное, все-таки у Жоопинто подачи не получилось. Вряд ли он хотел сыграть на ближнюю. Там вообще никого не было. Маминов нерасчетливо сыграл против Бальдо. И в штрафной площадке Жоопинто. Авантюра. Очень это авантюра. Не использует, практически не использует защитники локомотивы персональную опеку. А в зонах играет уж очень спокойно. Очень медленно. Бальдо подает. Значит, возвращается к нему. Еще одна... Нет, не подача. Дривлинг будет. Соломатин. Молодец, Соломатин. Гаррак получает мяч. Затянул. Затянул, заработал кол. Но это не очень значительное достижение, если учесть, что можно было развивать атаку по центру. Там бежал Харлачев. Уже к нему подтягивался дрозду. И дальше на левом фланге тоже кто-то уже появился. Так что темп-темп был потерян. Каладу. Ильев. Рискнул предположить, что в игре наметился некоторый перелом. В принципе, Локомотив считается командой, которая склонна играть от обороны. Но, по тому, как складывается ситуация сейчас, я бы не взялся утверждать, что Локомотив продолжает держать в своих руках нити игры. Напротив. Витвика очень быстро отходит назад и постоянно готова к тому, чтобы организовать контратаку. Небольшими силами, заметно. Сейчас только четверо футболистов успело пойти вперед. Но, тем не менее. Тем не менее, это довольно опасно. Димаш. Рослый крайний защитник. Ошибся на дриблинге. Передержал, наверное, мяч, можно и так сказать. Я не намекаю на то, что Локомотиву пора предводить замену. Но, тем не менее, предоставлю вам запасных. Локомотивы могут выйти на поле. Вратарь Хасан Беджиев. Надеюсь, это не произойдет. Сочинякову все будет нормально. Полузащитник Александр Смирнов. У него девятый номер. Защитник Алексея Арифуды номер четырнадцатый. И два нападающих. Заза Джанаши номер девятый. И Виталий Веселов под номером двадцать четыре. Я обращаю ваше внимание, что нет сегодня в составе Локомотива. Это потеря Саркиса Аганесяна. Потеря тем более неприятная, что Аганесян как раз планговой защитник. И, скажем так, рук оборонительного плана. Крайний хавбек. И вот, судя по тому, как развиваются события в первом тайме, может быть, не его лично, но такого плана игрока Локомотива не хватает. Ну, одну традицию уже дорожную, все-таки сегодня уже сломали. Ну, поскольку мы сразу же где-то передатаки, она не очень долго развивалась. Сейчас я продолжаю. Гуренко сварил Вальду. Получает желтую карточку. Вот так. И красную. Вот это фокус. Посмотрим, за что. Ну что же, это фолл последней надежды, что ли? Или такой уж однозначности можно это считать срывом атаки. Это очень серьезная потеря. В высшей степени серьезная. Только я заговорил о том, что не хватает Оганесяна, как и другой игрок оборонительного плана, фланговый защитник, вынужден был покинуть поле. Напомню вам, как зовут Сутью, Торбин Сьерсен. Это он за все в ответе. Я, честно говоря, как-то пропустил момент, а что, у Гуретки уже была желтая карточка? Сначала была показана желтая, потом красная. Юрий Семин чем-то еще недоволен. Может быть, тем, как обошлись с Харлачевым, а может быть, все это еще быть развитие эпизода. В любом случае, Локомотив оказался в крайне тяжелой ситуации. Десятером против Бенфики. Теперь я уже не скажу, что шансы команд равны. И уже раз в этот момент трибуна начнет скандировать Россия. Действительно, от Локомотивщиков потребуется теперь по-настоящему сильный эмоциональный подъем. Пас штрафной у Харлачев. Чуть-чуть не нацеленным пасом, это можно назвать, потому что слишком близко к вратарю сыграл Маминов. И придом не применил воспользоваться. Я думаю, что мы увидим повтор, потому что момент очень слишком показательный. Но после того, как Бенфика закончит свою атаку, я надеюсь, неудачно. Валдо! Валдо один слева. Пас штрафную! Надо беречь себя футболистом Локомотива. И уж не сталкиваться друг с другом вне игры. Вне игры Овчинников размялся. Хорошо. Очень хорошо. Вы, наверное, предполагаете, что в составе Локомотива может быть сейчас замена. Но, сколько я могу заметить, никто не разминается. Да и некого, на самом деле, упустить вместо Куренко. Для того, чтобы запомнить эту нишу на фланге обороны. Нет, вот, пожалуй, что и готовится замена. Я вижу, массажист команды сбегал за ворота. Посмотрим, кто подтянется оттуда. До конца первого тайма еще около 15 минут играть. Напомню, счет 1-0 в пользу Локомотива. На девятой минуте Адрис Соломатин открыл счет. И в первом матче в Лиссабоне счет тоже был 1-0 в пользу хозяев, так что по итогам двух встреч он абсолютно равен. И, надо думать, ни одной из команд не устраивает. Валдо. Ильев. Что ж так отобрать мяч-то не могут. Еще удар. У Жамира очень приличный дальний удар. И никто под него сейчас не выдвинулся. Никто не предполагал, что он собирается бить. Что, тем больше слопот будет у Сергея Овчинникова. Слава Богу, пока справляется. Слава Богу, Илья Овчинникова. Илья Овчинникова. Когда он играл в московском Динамо только однажды. И надо же такому было произойти, что случилось это как раз перед той знаменитой игрой Динамо Москва Айнтрах, в которой Динамо проиграл 0-6. Вот, ну, можно сказать, случайность. Но в прошлом году Саркиса Агнисяна уже выступал за локомотив. Вышел такиный груз с Баварией. Травмированный вышел. Покинул поле. Не смог продолжать игру. И локомотив проиграл 0-5. Сегодня Агнисяна снова нет на поле. Он снова получил травму перед игрой. Локомотив уже ведет эти ноги. Размочили. Пашинин! Пашинин приближается к воротам. Ну, что же, что он хотел предпринять? Я вообще не могу даже представить себе. Потому что это не было элементом дриблинга. Это не было передачи. Потому что она была направлена в пустоту. Пашинин просто растерялся. Нужно очень собрано играть. Нужно быть готовым к тому, чтобы каждый игрок оказался на острие атаки. Чтобы каждый был готов поразить ворота. Это ничего этого Пашинин не предназначил. Ложай. Шаг. Очень хороша была атака. Вот, может быть, как раз такие подключения защитников и составят всю прелесть атакующей игрой локомотива. Может быть, это принесет результат. Мы уже видели, как несколько растерялась защита португальского клуба, когда сделал вот такой рывок в центре поля Чугай. Но он остановился. Он сделал пас и остановился. Соломатин. Приблик Соломатина. Он остается с мячом. Справа Горас. Пас в центр. Снова Соломатин. Ну, с ударом он переборщил немножко. Но тем менее его усилия заслуживают того, чтобы быть отмеченными. Андрей Соломатин взял игру на себя. То, что побоялся сделать Пашинин буквально минутой раньше. Рюдом. Я не знаю, как это сказывается, как все это сказывается на нервах 37-летнего вратаря португальского клуба. Внешне он спокоен. Очень спокойно и спокойно играет. Ошибок не допускает. Снова Бенфика. На половине поля Локомотива. Хорошо контролирует мяч футболиста, но Локомотив оттягивается назад большими силами. И вот сейчас было очень хорошо видно. Мяч был перехвачен, но за спиной у Кусолапова были все партнеры, а перед ним только один Горас. И вместе с Горасом на разных участках поля перед Кусолаповым было 6-7 футболистов Бенфики. Наверное, вот это вот желание сыграть в обороне слишком надежно, оно тоже излишне. Излишне не нужно стремиться к массированной обороне, нужно стремиться к защите эффективной, наверное. Маминов просочился по правому флангу и чуть-чуть промедлил угловой. Слишком рано он поверил, что пройден 20 номер Ильиев и тот в подкате успел выбить у него мяч. Мешивый придом. При том, что не самый плотный комплект, очень здорово играет на выходах. А подачу можно назвать опять-таки безадресной. Был там Горас, но немножко гораздо ближе к месту подачи. Горас похватил мяч. Соломатин! Второй раз подряд сходу старается пробить Соломатин. В первый раз уж совсем было мимо. Второй раз по центре ворот, но чуть выше. Пристреливается. Напомню, 1-0. Именно Соломатин открыл счет на девятой минуте. и равный счет 1-1 по итогам двух матчей. Валдо. Жао Пинто как технично. Не простил ему Чугайнов такого отскока мяча. Каладо. Я обратил внимание, что Евгений Харлачев оттянулся ближе к обороне. Сейчас стали видны перестройки последовавшие после удаления Гуренко. Дроздов сместился на место Гуренко. Харлачев стал возвращаться в оборону почаще. Ну и в центр чуть ближе к центру стал играть Маминов. Вот так Локомотив пытается компенсировать недостачу одного футболиста на поле. Снова пас в центр Менфики достаточно неточный ненасцеленный и опять Браво Чугайнов очень здорово Локомотив исполняет сегодня искусственный офсайд. Ловит и ловит. Сейчас сразу троих поймали Денизетти Жао Пинту и что забавно защитника Бермудеса защитника Менфики тоже поймали своим искусственным офсайдом. И снова звучит с трибун актуальный призыв Россия для того чтобы удовлетворить национальные интересы счета 1-0 недостаточно. Так я немножечко пропустил что произошло. Такое впечатление что судья прогоняет тренерской скамейки Юрия Сёмина. А то что кричат трибуны я переводить пожалуй не буду. Ну вот не стал наставить арбитр на том что чтобы Сёмин поднялся на трибуну Юрий Павлович так в глубину отошел и сейчас он как раз около такой большой полиэтиленовой трубки стоит это поле накрывают когда идет дождь когда только поле таким образом происходит Димаш не точно ну что в общем-то ощущение что Бенфика немножечко сбавила обороты замена вот со мной Пауло Атури согласен Мико Пандуру выходит румынский ледионер он меняет бразильца Жамира который в общем-то большому счету ничем кроме способности бить издалека не запомнится нам судья пока не дает возможности провести замену он наверное идет пока мяч вернется на поле нет тогда я не понимаю чего он ждет тем временем Вазимир Штреков так тихонечко зовет Юрий Семен вернулся на свое место я уже все забыл ну что замена таки произведена вместо Жамира на поле вышел 11 номер 11 номер Нико Пандуру а Жамир вот пошел прямо враздевал может быть тем самым высказал своего дал понять тренеру что он не думает ничего хорошего первый тайм заканчивается чуть меньше пяти минут осталось сыграть в нем счет по-прежнему 1-0 мотив ведет это очень приятно но этого недостаточно и не видно чтобы команды стремились как-то доиграть первый тайм спокойствие и меди Ильян Ильев рвется по флангу с ним борется Саламатин и нарушает правила так думает боковой судья Саламатин не согласен новая песня Юрий Семин Юрий Павлович направляется в раздевалку то ли он время экономит то ли он хочет поближе к моменту около своих ворот пас пас назад но что ж никто не был готов к такому повороту событий слава богу вне игры но какой же молодец общинников мертвый мяч достал из нижнего угла вне игры был совершенно очевиден но обратите внимание как опять-таки прижались к своим воротам все защитники локомотива абсолютно все и а скидка последовала чуть назад двадцатому номеру Ильяну Ильеву и если бы тот догадался сразу ударить если бы у него это получилось то вот тут уж я думаю ни один бы вратарь ни общинников ни придом никто не спас бы если бы удар был прицельным неужели все-таки это боязнь неужели москвичи боятся португальцев или это осторожность в нашем российском понимании смотрите как неплотно играют в центре косолапов мог бы помешать Вальдо принять этот мяч поактивнее Донизете и игры нет Донизете упал боже мой а где был черепчин сейчас Пашинин направился к Донизете Пандуров штрафной какие опасные минуты как опасно надо подержать мяч надо спокойно спокойно подержать мяч Гроздов нет Карлачев Гроздов переместился слева фланга на правый ошибка пол команды отрезана ну что ж такое да не зайти входит штрафную молодец Пашинин Олег Пашинин разрядил ситуацию аут нужно срочно браться за обувь железнодорожников так нельзя проводить последние минуты первого тайма так здорово все начиналось и может сейчас в одночасье все порушится свободно назначает судья видимо мяч попал в руку Валда и торопиться сейчас не нужно наверное не надо торопиться попадать мяч в игру да Локомотив год в последние минуты показали что Локомотив не должен успокаиваться на достигнутом это еще и не штурм последних минут который может начаться если счет 1-0 сохранится до конца игры это еще только его провозвестник а оборона железнодорожников уже уже два не только широких таких объединенных как сказал трещин опять Пашинин удачно играет главой Пандуру Пандуру крайний коробект появляется по всему полю очень активно не сравнить с Жамиром Теревченко молодец с минуты на минуту должен прозвучать финальный свисток Димаш Джао Пинто Димаш и опять Чугайна совпал как раз ту самую зону которая так и не обрела своего настоящего хозяина после того как удавили Гуренко последние минуты первого тайма идет не будем считать секунды знаете шахматистов шахматистов принято говорить что самое скверное что только можно стараться играть в тейтон второе время осталось много соперника мало стараться тянуть время или наоборот стараться не давать сопернику время не подумать как можно быстрее тут можно испортить жал пинту хорошо ошибся в передаче честно говоря я уже устал радоваться ошибкам португальцев наверное нужно активизироваться железнодорожникам активизироваться в обороне прежде всего уж слишком легко они дают себя обыгрывать такое впечатление что на разных футболистах напряженный сезон сегодня локомотив проводит предпоследний матч в сезоне сказался по-разному вот например чугайнов бодрый свежий говорил что у него травма не похожа на это очень уверенно почищает ошибки своих партнеров страхуют очень уверенно командует исполнением искусственного офсайда ну допустим для того же Пашинина он очень неровно на протяжении первого тайма сыграл опять опасно Горостов выручил на дальней штанге Пандуру готов замкнуться и угловой трибуны требуют отсутствие чтобы тот свистел но он не торопится это делать на Паулу Аутуори вышел к бровке сделал несколько руководящих пасов и снова пас назад и снова никто никто не выдвигается под Вальдо по части Вальдо чуть-чуть замешкался под командованием Чугайнова в Борис Локомотив успели выскочить вперед создавая искусственный офсайд вот вот наконец ошибка сработала а если бы скачать тоньше же дорожники повели себя изначально они могли бы контратаку организовать а так только получили право владеть мечом чугайнов 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 вот на стадии и на стадии тщательно нужно играть на этой самой стадии футболисты локомотива как раз допускают большую часть ошибок бенфига то ли не хватает движения то ли еще чего-то не хватает но это мы все уже во втором тайме наверное посмотрим как с этой проблемой справиться или не справиться хочется верить что справится локомотив пока начинается перерыв это был коронский амаз это был красивый м м м 2 м м Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Пожалуйста ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он же не заплатил Они никогда не платят Проголодался? Сникерс Это чудо Видеокамера Мэйджикэм от Самсунга Дюрасел Непростая батарейка Новая батарейка Дюрасел Это батарейка, созданная по передовой технологии Титаниум Поэтому Дюрасел работает в 7 раз дольше Чем обычные батарейки Дюрасел заменит 7 обычных батареек Представляем новую гамму Панькин Прови для укладки волос Для такой прически? Или вот такой? Нужна надежная фиксация Но укладка так портит волосы Они становятся слабее и теряют блеск С меня хватит, пусть волосы засияют здоровьем С новой гаммой продуктов Пантин Прови Мусс, гель и лак для волос Уникальная формула продуктов Пантин Прови Содержит провитамин В5 Который проникает в волосы по всей длине Питая их изнутри Лак, мусс и гель Пантин Прови Помогут создать и зафиксировать любую прическу И волосы при этом становятся блестящими И приобретают здоровый вид Новая гамма продуктов для укладки волос Пантин Прови Прекрасная прическа и здоровый вид волос Может ли техника чувствовать ваше настроение? Да, если это Томпсон Новатор в области цифровых технологий Прекрасное изображение на супер плоском экране Блэк Дива и чистый звук Томпсон, техника, которая вас понимает Ваш лучший друг навсегда Томпсон, аварит Европы Знак хорошего вкуса и традиций пример Высший сорт чая Липтон Всегда под рукой От прекрасного вкуса чая Липтон Знак успеха Это очевидно Прекрасный чай для тебя И для друзей На работе, дома и везде Чай Липтон Выбирает тебя Чай Липтон Везде первый Боль в спине Всегда не кстати Но у вас есть эфиралган у пса Быстро растворимый, шикучий эфиралган у пса Легко усваивается организмом И быстро избавляет от болевых ощущений Теперь вы снова в порядке Эфиралган у пса Быстрое избавление от боли Добро пожаловать в мир Виспа Мир красоты Романтики И счастья Виспа Все дело в волшебных пузырьках Ф-1 Ф-1 Гаранция качества Ф-1 и С-1 Панасоник Ф-1 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 Господи, храни нас от войны Храни вас Бог Ф-1 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 Но каждый раз после еды возникает опасность кариеса, так как в полости рта нарушается кислотно-щелочной баланс. Орбит без сахара. Это тоже наслаждение вкусом. И каждый раз после еды Орбит восстанавливает кислотно-щелочной баланс и предотвращает кариес. Эта защита особенно надежна, поскольку Орбит долго сохраняет свой вкус. В этом ее уникальность. Орбит без сахара. Великолепный вкус и защита от кариеса. Рекомендуется Международной Федерацией стоматологов. Телекомпания НТВ продолжает прямой репортаж со стадиона «Локомотив» о матче 1-8 финала. А в ответ на матч 1-8 финала Кубка УЕФА между Московским «Локомотивом» и Лиссабонской «Бенфикой». Перед тем, как вы увидите второй тайм, мы покажем вам наиболее известные фрагменты первого. Вот как был открыт счет. «Локомотив» ведет в счете 1-0. Отличная ферача Саламатина, извините, Саламатину Косолапова. Тот обыграл вратаря Прютома, ушел от защитника и положил мяч в дальний угол ворот. Вот как это было на более крупном плане. Смотрите, Притом промахнулся, немножечко промедлил с выходом навстречу Саламатину. И таким образом счет был открыт. А в итоге, в двух скачках он сравнялся. «Локомотив» ответил о серии очень опасных атак. Просто крайне опасных. Очень удачно в них действовал, а в этих серебрядах действовал Овчинников. Мало того, даже когда судьи фиксировали апсайд и каким-то образом останавливали атаки Лиссабонского клуба, все равно Овчинников ловил все мячи, которые летели в его ворота. Вот как в этом эпизоде. Здесь судья предъявил, что в ней игры все-таки было. Главой был Жао Пинту. Вот такого был первый тайм. Вы видели, что опасных моментов было, в общем-то, немного. Но, несмотря на это, вот Андрей Саламатин, который забил единственный пока в этой игре мяч, команды уже вышли на поле. И сейчас вот нужно присмотреться, есть ли замены. По-моему, нет. По-моему, замены нет. Итак, первый тайм прошел в среднем темпе, с небольшим количеством голевых моментов, с большим количеством потерь в составе «Локомотива». Был за два предупреждения удален полузащитник Гуренко. Оба предупреждения, в общем, были не совсем обязательными. Я здесь не имею в виду действия арбитра, я имею в виду в том числе действия Гуренко. Первое предупреждение он получил за откидку мяча, извините, за толчок соперника. Мы тут не совсем правильно определились о том, что кто это нарушение совершил. Сначала, конечно, был Харлачев, но это был Гуренко на самом деле. Вот. И затем, в общем, довольно безобидной ситуации, в центре поля пол, Гуренко пропустил на дриблинге Валдо и свалил его с ног, шедя показал ему вторую желтую карточку. Таким образом, «Локомотив» остался в десятером. Но это еще не все. Незадолго до окончания первого тайма Юрий Семин высказал неудовольствие двумя решениями арбитра, когда тот пропустил что-то, показавшееся Семину фолами против железнодорожников. Семин высказал это. Я абсолютно уверен, что не на английском языке, который наверняка понимает судья изданий Торпин с Ерсен. И арбитр выгнал Семина с тренерской скамейки. Таким образом, «Локомотив» играет в десятером и без главного тренера. Вернее, без главного тренера на скамейке. Там сейчас только один Владимир Иштрепов. Вот таким вот образом железнодорожники начинают второй тайм. И начинают они его с довольно опасного штрафного удара в сторону ворот Бенфики. У мяча Косолапов, там же Харлачев и... Я не очень хорошо вижу третьего. Более того, по-моему, это Чугайна. Да. Косолапов. Гол! Ну что, вне игры, что ли? Вот это интересно. Я помолчу, пока она не покажет повтор, потому что в этом эпизоде нужно разбираться. Если был рикошет, это еще можно объяснить. Но если прямой удар поворотом никто его не коснулся, никто мяча не коснулся, ну так же можно связать о своей ситуации. А розыгрыш-то штрафного, как уж был примечатель. Я вам потом расскажу. Одну секундочку. Ну вот. Вот это да. Так здорово вроде бы начал локомотив. И забил мяч Алексей Косолапов после того, как был разыгран штрафной. Давайте посмотрим, как... Ах, нет, нет, все, все правильно. Это Олег Гаррес подправлял мяч подправлял мяч после удара Косолапова и, кажется, действительно находился в обсаде. И тут же последовал ответ Пим Сити. И Ника Пандуру на третьей минуте второго тайма сравнял счет. Ну что? Дополнительного времени уже не будет, а локомотиву для того, чтобы пройти следующий круг, нужно забивать еще два мяча. Вот такая головокружительная завязка второго тайма. Честно говоря, игру нельзя назвать захватывающе интересной. Но вот события, которые ее обхужают, я уже говорил, два удаления в составе локомотива, удаление игрока и удаление тренера. А также то, с какой конскопической быстротой радость сменилась на грусть в начале второго тайма у всех российских болельщиков. Я надеюсь, что у всех, потому что сегодня нужно к углу предстрастий забыть и поблить за локомотив. Да, не столько это, конечно, увлекательный футбол, сколько чертовщина какая-то. Ну что, вот еще один штрафной. Тем временем Жозе Каладу получил желтую карточку. А вот локомотив готовится мяч тропной. Салбов и Гарасу мяча. Здесь Салбов и Маминов. В логово очень хороший и обладающий, и сильный удар. Маминов бьет выше ворот. Да, если бы еще и Маминов сейчас забил, это было бы совсем похоже на мастера Маргариту. Где-нибудь сцена с участием Бедемоты, Азазазова. А это Павел Аутуорин, тренер. Чем особенно замечательный губ по Салабову? Ведь столько раз говорилось, что наши футболисты, в наших клубах не работают над выполнением стандартных положений. А вот локомотив Великанский вариант интересного розыгрыша, интересных продолжений от розыгрыша штрафных. Вот один из них периодически дает эффект, когда двое стоят у мяча как бы при стандартной ситуации. Один чуть откатывает мяч, другой останавливает, и вот третий набегает и бьет. Вот как раз роль второго в таких ситуациях иногда выполняет Алексей Косолапов. И вот он далеко не всегда останавливает мяч, а иногда, да, потому что еще кто-то ударит, а иногда он просто убирает вот этот подход из себя, делает еще парочку шагов и бьет совершенно не туда, не тот угол, где вратарь мяча ждал. Я помню, что в прошлом году это место Косолапов так забил нижнему Новгороду. И в этом году тоже, по-моему, кому-то так уже забивал. И вот вроде бы сработал вариант с Бенфикой, но... Ну, собственно, активности ради стоит заметить, что, наверное, если бы Гаррес не вытащил своего обсайда и не подправил мяч, наверное, придумал бы удар от Бенфикой. Но не будем гадать, не будем гадать, как бы то ни было, 1-1 на 47-й минуте Ника Бантуру, румынский, рионер Бенфики, который, кстати, вышел на замену, он не начал игру в составе команды, сравнял счет. И теперь Бенфика будет чувствовать себя очень-очень уверенно, потому что сработало, сработало то, о чем говорил на пресной реакции после матча в Лиссабоне тренер этой команды Пауло Аутворио. Счет 1-0, с одной стороны, конечно, он очень сынкий и скользкий, но с другой стороны, его очень трудно отыгрывать в ответном матче. Одна ошибка, и все. И нужно забить уже 3 мяча. Ну, давайте остановимся тем, что в нашей ситуации забивать еще 2 мяча и все, это не совсем одно и то же. Дремя еще есть, можно забить и 4 мяча, и 8. Да, ну, так если, конечно же, внимательно играть в обороне, как-то уж слишком синхронно столкнулись Овчинников и Пашинин, как-то уж очень неуверенно Черевченко подбирал мяч у лицевой линии, и это был Чугайнов, пожалуй, первая его неловкость за все, сколько там уже прошло, 50 минут игры. И снова, снова не удался железнодорожникам нацеленный пас вперед на нападающих. Холочев уже, по-моему, окончательно стал формулой. Да, ну и вот теперь, вот как раз теперь-то и скажется, наверное, вернее, не то, что скажется, а будет очень большой проблемой для железнодорожников тот факт, что играют они в десятером. Ну ладно, не будем расстраиваться, посмотрим, ну что получится из всей этой заварушки. Каладу, пас штрафную, жива пинту, по-прежнему больше атакует Бенфика. А пас вперед Чугайнова находит защитника Бермудаса, колумбийского легионера Бенфики. Атака левым флангом, почему-то идет локомотив, сейчас Карлачев вернулся назад, начал атаку, но вместе с тем впереди остался только один Гарас, он... Саламатин, подключается к атаке, сбивают Саламатина, что показывает судья, судья на зачет штрафной. И неужели сейчас не последует удаление? Удаление защитника Бермудаса, желтая карточка. Да. А почему бы это нельзя было квалифицировать как пол последней надежды? Ну, в титре написано Жоржи Моралес, на самом деле фамилия этого футболиста Бермудас. Я берусь тут утверждать, и, честно говоря, никоим образом не имею в виду, что ошибаются мои коллеги, которые занимались компьютерным оформлением. Просто, вы знаете, ну, совершенно не соответствующим международному уровню вот вы представили сегодня пресс-интриотомотивы протокол. Именно написано по-португальски, имен, как вы знаете, у португальцев много, но вот фамилии почему-то не у всех указаны настоящие, как в Португалии. Касалопа бьет штрафной! Удар! Ой, как опасно! Как опасно! Чуть-чуть мимо. Притом, конечно, был на стороже. Но, тем не менее, локомотив показывает зубы. А Касалопов показывает арбитру, что слишком рано навстречу ему побежали футболисты Бенфики, стоявшие в стенке. И, может быть, не стоит спорить с судьей, судя по тому, что он удалил со скамейки Юрия Исёмина. Видимо, хорошо понимает русский язык. Или думает, что понимает. Не разберешь, что опаснее. Касалопов снова борется за мяч. Против него Каладу. Каладу побеждает. Тахар. Карлачев ошибается на дрибле. Дима сейчас как-то к Дроздову. Дроздов. Дальше. Черепченко. Черепченко делает круг. Пашинин. Нет, он не доберется до мяча. Сталкивается с ним Ника Пандуру. Нарушение, наверное, было, но с мячом остался Жуао Пинту. И вот теперь мяч выкатывается за боковую линию. Бенфика будет выбрасывать аут. А у локомотива есть время вернуться в защиту. Ну что? Спокойствие. Владимир Эштрегл, который теперь остался за старшего на лавочке, меня не то чтобы настораживает, но как-то ситуация, в которую попал локомотив, ну, ожидаются замены. Подалили игрока. Какие-то перестроения должны последовать. Они последовали, но без замены. Вот сейчас счет сравнялся. Идей напрашивается выход еще о том нападающем, тем более, что в запасе их у локомотива. Сразу двое. Тут, собственно, в обороне еще разобраться. Каладу снова навес. Да не зайти, уже готов был наступить удар в падении, но снял мяч у него, я бы не знаю, с какой-то тело, чем бы он стал бить Владимир Маминов. Бенфика спокойно разыгрывает лишнее. Очень спокойно. Ну, локомотив, правда, также спокойно сейчас мяч отобрал. Посмотрим, что получится. Карлачев. Аут. Один кар сейчас будет впереди. Вот еще Мамин протянулся, но не очень здорово сыграл технически. Хелдер или Элдер, теперь его у нас называют. Подкатил мяч подальше, мяч выкатил Чугайнов. Отлично подключался к атаке Харлачев. если бы прошла первая передача на Евгения, то он вышел по 1 на 1. Но прошла вторая и Карлачев успел залезть во всадь. 1 на 1. Счет, который не может устраивать московский локомотив никоим образом. Ява добавил, что не может устраивать московскую команду и характер игры. Венфика остается хозяйкой положения. Денизетти чудом не обработал мяч. Снова появились контр-шансы. Харлачев на скорости. Вот так. Чуть-чуть был мяч упущен. Харлачев с Харлачевым в плотный контакт успел войти Элдер, но в какой-то степени он помешал Харлачеву, но вряд ли это можно было квалифицировать как нарушение правил. И снова Бенфика неторопливо, технично и действительно эффективно контролирует игру. С моментом игра. Сломатин сам пошел. Ну, потерял мяч. Еще не потерял, теперь уже потерял. это очень здорово, что сразу несколько футболистов локомотива постоянно отправляют готовность взять игру на себя. Но как-то хотелось бы, чтобы все это обрекалось еще и какими-то командными действиями. а так последние все предприятия автозаводцев в атаке чем-то напоминают как это было сказано глаз в пустыне. Каладу и снова за спиной Пашинина открылся Джао Пинту. Пашинин пытался объяснять, но получился пас на Джао Пинту. Удар! Пашинин это Валда. Сильные впечатления производит полузащитник. Он не очень быстр, но колоссальный объем работы способен проделывать. Выявляется и справа, и слева повсюду. Салапов. Ошибка и сразу же контр-атака. Дахар! Да не зайти. Чувствуется, правда чувствуется, как опасаются железнодорожники этого форварда. Как они занимаются вот именно его, и их очень надежно. Гаррот получил мяч. Харвачев один в центре, но пас нужен. Гаррот смещается в центр. Удар! Гол! Олег Гаррот! Я аплодирую! Молодец! Парень, который забил два мяча ротору. Все ждали от него гола сегодня, и он сделал это. Он сделал это. Локомотив уходит вперед 2-1, и теперь только один. Еще один нужен точный удар. 16-й. Локомотив пытаются завести трибуны. Трибуны аплодируют. Трибуны скандируют. Здесь такой маленький оркестр работает на самой любви трибуне. Как же здорово сыграл Гаррот. Во-первых, он взял игру на себя. Во-вторых, он поступил нестандартно. Должна, должна была быть передача на Харлачева, но ее не было. Гаррот рискнул, так как должен поступать иногда форвард. Иногда. Когда форвард мажет такие ситуации, то ему с трибуны кричат неприятные вещи. Ну а когда попадает, вот тогда он может стать героем матча. Но героической развязки этой игры пока еще нет. 2-1 это счет, который устраивает Бенфик. Нужно продолжать атаковать. Вот под эти самые крики России, которые почему-то возникают на трибунах только в самых футических ситуациях. В самых таких футатических ситуациях. А, наверное, они должны постоянно, чтобы эти ситуации порождать. 2-1 Ну что ж, ситуация изменилась. 58 минута. Олег Гаррес. Номер 16 Московский локомотив. Я думаю, что после такого мужественного поступка это поступка Гарреса. Наверное, наверное, никто не сможет говорить, что эта система вырос одним форвардом. Это пассивная. Я смотрю, какую-то подкупу. Каладо. Да, ну и португальцы естественно тоже должны теперь воздействовать на ситуацию, потому что они же не могут как серьезная команда, они же не могут ставить свой общий успех, к которому они стремятся. Не могут ставить в зависимости от течения обстоятельств. А гол может быть течением обстоятельств. угловой. Угловой очень опасный. Напомню, что первый мяч в первом матче в бою Степенфити забили после розыгрыша углового, после подачи углового. Сейчас кажется, будут разыгрывать. Вальдо прибежал. Навстречу удлинился Чугайну. Подача! Как опасно! Выпрыгивали, да нельзя идти и еще раньше огромный, просто огромный, я даже сказал, увесистый центральный защитник Бермудес. Никто из них ничего не попал. А это только нельзя идти на ваших экранах. Треугловых подулокомотив сегодня и пять Минфика. Ну, перевес в этом компоненте игры тем более говорящий, я бы сказал, что Минфика их более, пожалуй, эффективно используя. Почти всегда опасность возникает. Почти всегда. И главное, главное, ведь общиннику в силенку игре на лодниках, но подача делается таким образом, что он просто остается не у дел. Он просто не в сытайне вмешаться в события. Вот в следующем моменте вы посмотрите, затем как это делаете. Пандуру. Димаш. А Балта уже в центре. Он опять один, никто его не опекает. Если мяч до него вдруг зашел, могут поставить сюда аркуй, он мастер. Да не зайти! Жоопинту, ты не зайти один у ворот! Игры не было. Это означает, что Бенфика сравняла счет. Такая ошибка по центру. Косолапов не понимает, просто не понимает, как это могло произойти. И Овчини тоже. Попробуем разобраться с помощью повтора. Чугайных почему-то остался наедине с двумя форвардами. Да. Это одновременный провал зонной системы обороны и провал каждого из этих чревшинка остался один на один. И провал каждого опекуна в отдельности. Я думаю, что причина просто в том, что Чугайных попытался организовать новую искусственную офсайт. Но все это получилось не слишком согласовано. Чревшин не задержался. Может кто-то еще. В факторе этого не было видно. счет снова равен. 2-2. 2-2 на 62-й минуте матча. Много голов. Принято считать, что это нравится болельщикам. Я думаю, что болельщикам больше понравилось, если бы как-то больше в одни и те же ворота мячи влетали сегодня. Возможности не ворота Овчинникова. 2-2 на 64-й минуте матча. Наверное, наверное, это не как-то неглушно осознавать. Массив будет очень трудно все-таки продолжить борьбу с пухой. Не возьмусь утверждать, что в действиях москвичей появляется усталость, но может быть пришло время выпускать еще одного форварда. Вабан! что делать? Вот уже Харлачев в центре поля так слегка врезается в татарах, когда уже мяча у него не было. Вот еще одна подача и снова, снова, обратите внимание, снова два подборезки инфиди, пандуру и димаш и жао пинту совершенно спокойно могли замыкать эту подачу на дальние штанги. Могли продолжать атаку каким угодно образом. Ни Пашинин, ни Маминов не вмешались. Гороздов вперед на Косолапова. Косолапов атлетично струбил в борьбу с центральным защитником Бермудасом. Потом и Харлачев. По-моему, это было очень агрессивное действовало в отворе и, в общем, понадел защитника. Соломатином. Соломатин, по-моему, бурса порвалась. Вот очень быстро переобувается здесь в робке поле прямо около скамейки запасных московского локомотива. А тем временем команда Соломатина планирует пить штрафной. Снова умничать Косолапов. Соломатин возвращается в игру. Тем временем штрафной был разыгран неудачно. Снова ошибка. Но Косолапов выпускает мяч. Знаете, Паоло Аутуаре тоже что-то кричит такое небоцеприятное судье, по-моему. Видимо, его возмутило даже, когда Харлачев попал по ноге защитнику. Жаль, что себя в португальстве не бывает. Может быть, я вот Орегу удалю. Да не зайти, по центру ворот один. Овчинников спасает. Спасает ситуацию Овчинников. И Черепченко успевает вынести мяч прямо с линии ворот. Да, так точно не отыграться. Так и проиграть можно. Проигрывать ни в коем случае нельзя. тут уже я не знаю уж если вдруг не получится выйти в следующий круг, то по крайней мере это престиж надо вступиться за собственный, за престиж страны. Харлачев нарушил правила. Безусловно, нарушил правила. Больше не нужно удаление желтых карточек составил локомотива. Это уже совершенно точно. Каладу Жалпинту в машине забивает мяч на голову. Я снова честно говоря думаю о замене. Никоим образом не стараясь заочно советовать тренером локомотива. вернее Владимир Роскрепов он сейчас один остался на скамейке. Юлия Семеновна и я удалился в скамейке с тренесной лавочкой. Но может быть для того, чтобы что-ли в глазах у игроков какой-то брест появился. Может быть стоит постараться выбрать кого-то из тех, кто находится в запасе и выпустить свежего человека. Может быть шанаш с его взрывным длибом. Может быть таранного и силового мощного. Может быть Смирнову с его умением выбрать направление атаки решающее. Посмотрим. В каком случае нельзя опускать руки. Все еще можно изменить. Раз такая игра пошла, гол туда, гол сюда, все можно изменить. Вообще все. До конца еще 18 минут. И вот дорожить мечом нужно для этого, конечно. Это все не советует, все пожелания. Очень хочется, очень хочется, чтобы мотив прошел в 1-4-ю финала розыгрыша купить. Как-то непривычно нам по весне оставаться без еврокухов. Без наших команд еврокухов. Вернее, такое уже случалось в последние годы, но нельзя чтобы это стало привычкой. Бенфика уже третий маститый клуб, который жребий выбирает лукомотиву соперники в его истории. Как лукомотиву все время везет. Самый первый раз к Вентусу достался, второй раз Бавария, третий раз хоть поначалу достался Хорвастский Вартриц, но в конце концов уже в следующем клубе выпала москвичам Бенфика. И в общем сдвиги-то заметно. В общем, если Ювентус лукомотив тогда проиграл по всем общим статьям, нельзя было искать вообще ни одного шанса не было, 3-0 в гостях, 0-1 дома, то с Баварией лукомотив уже сотворил сенсацию и в общем выиграв в гостях 1-0 в прошлом году и вот я смотрю, что замена сейчас будет составил лукомотив. Пока еще не видно кого отменяют. Мы сейчас разберемся. То в этом году в общем можно с уверенностью, можно уверенно говорить, что лукомотив мог и пока еще продолжает мочь пройти Минфику. Два мяча забито, два мяча могло не быть пропущено, в общем все проблемы железнодорожников сегодня в большом счете из-за собственных ошибок. десятером, даже десятером реально было устоять. хотя я не сторонник разбирать действия судьи, не стоит этого делать, но я не очень понял, почему все-таки удалили Гуренко и уж совсем не стало непонятно, что такого особенного совершил Юрий Семин, что ему запретили находиться на скамейке это спасно. Но попались Тиминфики уверены и в себе, спокойно контролируют мяч, переводят его с фанга на фланг, в нужный момент взрываются, вот сейчас Пандуру взорвался, он сбежал в офсайт, но на это все равно не дошел, поэтому сейчас не было, игра не остановилась, Гроздов Салабовым. Владимир Штреков в интервью в Греливе нам сказал, что надеется на командные действия удачные. Да, вот уже и Саламатин апеллирует к судье, недоволен его решением. Пожалуй, это третий случай, когда можно сказать, что действия арбитра не то, чтобы неправильная, я бы сказал, нетрудная миссия, но я снова сломаюсь на меня индуксу, кстати говоря. В общем, сломали игру. Жалпинту, Димаш, очень активен, подзащитник крайний. широкого диапазона действия, но, с другой стороны, оговоримся, он играет как раз на той самой позиции, которую должен был бы по идее нейтрализовывать своими активными действиями удаленной Гуренко. Гуренко на поле нет, и, естественно, у Димаша появилась определенная свободная действия. Ну, чего мы можем ждать от локомотива в этой ситуации? Мы можем ждать чудо. Вот от Олега Гарреса мы можем дать чудо. Он уже однажды такое маленькое чудо сегодня сделал и подарил какую-нибудь надежду болельщикам. Но самое главное, чего мы должны дождаться, мы должны дождаться того, что локомотив не уронит достоинства своего и страны, за которую представляет. Положения не должны измениться к лучшему, конечно. Я одно время полагал, что готовится замена в составе локомотива. Нет, я так помню, что сигнал, который подавал из Штреков, касался только Саламатинских бут, что у Андрея случилось с обувью. Никто, никто из спасных игроков А, нет, нет, вот как раз в этот момент около скамейки появился, по-моему, это Алексей Арифуллик. Нет, 24-й номер это Виталий Веселов. Мощный форвард, ну, может быть, может быть, не познават или до конца достал Чей Фуллик в стиле, может быть, это что-то не изменит. Саламатинск скользит и падает, встает, продолжает контролировать мяч, Саламатин, Чугайнов, вперед, вперед! Чугайнов, черепчинка, извините, я их, крутушка, путаю уже довольно грязную форму у футболистов, облагосокий, и умирал обоих испачкать. Нарушение правила судья определил удивительно, но с турнового Робинфики. А менять весело будет Гарреса, нападающего на нападающего нового. В общем, наверное, это естественно, Гаррес устал и давно он не получал мяча. Снова атакует Грифика. Снова Вальдо. Назад. Ильев. Мандуру. Подача. Да нельзя идти. Искал же Ау Пинту. И как же они понимают друг друга? Смотрите, да нельзя идти, ведь спиной к нему находился. А Жуа Пинту сделал очень свое время на руку. Ну, там защиту не было. Но теперь мне взаимопонимание в этом не заключено. взбивают Гарреса и тут же его меняют. Такое ощущение, что для Олега это неожиданность. И сразу же около него врачи. Врач-локомотив Александр Гердашвили. Ромайя Гаррес уходит, идет на стамейку. Ну и Виталий Веселов теперь мы Левку будем опознавать по очень чистой форме. Веселов совершает рывок по центру. Маминов, Веселов! Угловой должен быть. Угловой, совершенно верно. Гол должен был быть. А будет угловой. Передом выручил Минфику. Мишель Передом. Маминов чуть-чуть, опять чуть-чуть замешивался в самую малость и удар Веселова пришелся в очень своевременно вышивший из ворот бельгийца. Угловой на Веселова. А в месте скидки, куда мяч скидывался, никого нет. В Голливудке тоже сейчас будет замена, но это уже такая тактическая замена, потому что ее мне осталось не так много. Наверное, всех троих разминашек подзывает к себе второй тренер. И двое из них начинают разоблачаться. Снимают тренировочные костюмы. Не очень точно выбросил мяч из Аута Каладук. Есть возможность для контратаки. Дроздов. Пашинин. Контрнати не получилось, может получиться атака. Маминов. Нет. Вальдо был решительнее в борьбе за мяч. Пандуру. Игра разбилась на эпизоды. Просто борьба. Просто на поле происходит борьба. Португальцы успокоились. Португальцы и все совокупно с ними португальцами называемые легионеры. Ну а локомотив Вест локомотива зримо нервничают. Очень не хотят забить за может быть гол престиж, может быть первый мяч за ним и второй и тем самым спасти игру. Все еще возможно до конца остается 8 минут. сейчас уже гораздо меньше потому что Мишель придом будет вводить мяч в игру после того, как выкатился за лицевую линию. Он не поторопился, сыграл с защитником. Тот сейчас начнется обычная такая у Катайка. Уже видно, что у Benfiti готовится выйти на замену Джорджи Суареш и Мауру Айриш. В общем Паула Аутвори достаточно регулярно практикует вот такие вот замены в самом конце игры. И что самое интересное даже в тех случаях, когда требуется не время потянуть, а как-то на игру повлиять. Вот как раз в игре с Шавишем, о которой я рассказывал в начале трансляции, при счете 1-0 на 85-й минуте Аутвори сделал двойную замену и в свете за оставшиеся 8 минут был забида два мяча. Снова атака Бенфики. Снова штрафную Вальдо. Еще один удар штанга. И чудом, просто чудом Жао Пинту не успеет, не смог добить мяч. В ногах у него защитник спас ворота. Эпизод только подтверждает мою дипотию за то, что игра разбилась на эпизоды. Вот где-то выигран единобор смытья сразу же удар и вот Пашинин. Олег Пашинин. Еще один удар поворотом общинника наносил уже центральный защитник л-дак л-дак учился катать главой. Не торопится подавать португальцы. вот так неспешно так вальдо пошел. Почему мы сейчас задержка времени не показали желтую карточку? Это ничуть не криминальнее того, что сделал Гуренко в первом тайме. Гуренко напомню первую желтую карточку получил за откидку мяча, а вторую за фокс в центре поля. Достаточно грубый, достаточно жесткий. Но на первую желтую карточку может быть натянул. Тем более на вторую Хелдер общинников на линии. Общинников били коряпин. Несмотря на два пропущенных мяча сегодня, я думаю, что самую высокую оценку нужно поставить за эту игру. Помните в первом тайме мы только раз защитники локомотива ловили искусственным офсайдом сразу по нескольку форварду Бенфики иногда теми не следовал удар поворотом из мертвого буквально уже с убойной дистанции и общинников все время вылавливал эти удары. В такой степени он был настроен заряжен на борьбу. Ну а мячи и мяч Пандуру и мяч Денизетти по большому счету их общинников обвинять наверное нельзя. Как будто не было 2-2 2-2 до конца Манчеста это совсем немного времени замены в составе Бенфики вместо Денизетти и Ильяна Игуила на поле вышли Ильяна Мауру Айриш и Джорджа Суариш Джорджа Суариш занял место в центре обороны ну а Айриш как положено по руду пошел вперед и Канкинг и Джорджа Пиньо Джорджа сейчас был очень опасном положении позиции но к этому уже пора оборудовать мотива сейчас действует нестрого и в общем основные усилия команды направлены на то чтобы попробовать все-таки обеспечить мотиву победу в этом матче Веселок продирается продирается таки по правому извините флангу попытка прострела встретилась с ногой Бермудаса угловой подавать Харлача ну и вы видите что руководители мотивы вам показали начальник команды короткого уже относится к происходящему таким сомагом сарказмом я уже говорил еще расскажу в общем сегодня мы имеем право на такое заключение игру локомотива во многом сломал сузья не игры не игры не то чтобы неоправданными но я подчеркиваю трудно объясненными решениями две желтые карточки Гуренка удаление удаление Юрия Семина тренера локомотива и итогом это становится то что я думаю сейчас уже можно об этом сказать без риска ошибиться локомотив в итоге покидает розыгрыш кубка кубков халаду и желтый ошибается в передаче а затем без силов ошибается в приеме мяча промахивается в подкате но это все уже подкат отчаяние просто нужно же бороться за мяч на трибуны загорелись я смотрю в бенгарфике огни ну действительно болельщикам не в чем обвинить москвичей они боролись сегодня они показали в общем постарались показать все что умели и в общем игра локомотива произвела сегодня достаточно цельное впечатление потому что ну скажем так ошибки в обороне это только статистическая тетя нашего футбола вот одна из них Мамина поступил на мяч и тем самым отрезал практически всю команду два футболиста на пике могли перед ними вообще была зеленая улица по счастью они тоже Чугайнов весело весело постался с мячом ну гол престиж это можно забить Чугайнов в баре Чугайнова с ног судья назначает штрафной борец и пингвики стараются как можно дольше держать мяч в своих руках с тем чтобы нельзя было сразу сразу пробить пока еще не выстрел стенка вообще потянуть время можно ну да в очень плотном контакте с Чугайновым боролся Бермудес и хотя изначально он сыграл в мяч но инерция была такой что он безусловно сбил Чугайнова мяча Соломатин Соломатин и Косолатов удар Соломатина прямо в придома хороший удар обводящий стенку но все это закончилось нагрузив Мишера при дома по-прежнему 2-2 элдер за время умолчания мяч уже перешел команду к другой валдом пандуру пандуру Обыгрывает Пашинина Выходит по родам Общинникова Но Общинникова выходит навстречу Бандуру А Бандуру еще и правила нарушил в борьбе с Олегом Пашининым Тименис Ну, быстро забил мяч Веселов А трибуны приветствует локомотив Вот это по немец Под аккомпанемент организованного здесь же оркестра С барабаном, с трубами Элдер Дни игры Дни игры Джо Пинтур офсайдинг Ну что, удался ли матч сезона Московскому локомотиву В определенном смысле, я еще раз повторяю Это был матч сезона для всех российских команд Последняя попытка, последняя возможность доказать Что на европейской арене Мы конкурентоспособны Я рискнул сказать, что В целом, да, удался Потому что Проблема, с которой мы столкнулись дорожники Это типические проблемы всего нашего футбола Вот, кстати, еще один момент Очень опасный Который заканчивается голом в ворота Общинникова Нет, ну вот проигранный матч Я уже не смогу Нападать, конечно, удачно Не передать ни под каким видом Знаете, даже я успел Ну, наверное, секунд 20 Вот в одиночестве пребывал Жао Пинту Справа штрафной локомотива Очень долго просил мяч Только что не кричал Уже руку поднимал И прыгал даже Стопал ногами Получил И, ну смотрите, ну что тут может сделать вратарь Вот она подача Подачу штрафную Против которой вратарь бессилен 3-2, Бенфика победит, убеждает Я даже думаю, можно сказать, победит Последняя минута Беслов Сломатин Сломатин Продирается по центру Нет, всех не обидешь Там Бермудес Мяч забил Жозе Калако, номер 7 Бермудес хитер Есть даже не хитер, то тем менее Казался, в данном случае Ловчи и Сломатин Опять атака Бенфике Но на сей раз уж слишком безадресная подача Ну дело сделано Я смотрю, уже потянулись в раздевалку Запасные локомотивы Вот фатарь Биджеев Смирнов После некоторых затишек Воскресли трибуны Ну, может быть и можно еще сравнять Посмотрим Как бы то ни было Упрекнуть Я уже говорил Как раз в момент, когда я сказал, что игра в общем не удалась Наверное, я сглазил Локомотив опустил третий мяч Но, тем не менее Теперь уже удачей игру точно назвать нельзя Нельзя назвать ее и провалом В общем-то, бой был дан Бой был дан Локомотив не потерял своего лица Прогресс в европейских выступлениях этой команды На мой взгляд, очевиден Во-первых, впервые преодолен Рубеж у первого матча Во-вторых, я еще раз говорю Все три года Локомотив выходил в Еврокубке Последние сезоны Ему попадались очень серьезные Мини-три клуба Ювентус, Бавария Вот теперь Минвика Вот, ну, и вот динамика Как-то так, продвижения Успехи Локомотива Выберутся на каких-то серьезных команд Они, безусловно, очевидны С Бенфикой Соперенство, в общем-то, было достаточно равное Я берусь с утверждать Потому что, ну, то, что мы увидели сегодня Это было просто удостоверство Одной команды на другой вообще в целом По тому, как она укритована игроками По тому, как эти игроки технически оснащены По тому, сколько, какова их месячная зарплата Вот Ну, и все это в целом Вот это дает результат Бенфика, конечно же, объективно, говоря Синее локомотив Что было ясно с вами в этой же игроке То, что играть с ним можно И вот было сыгром И я еще раз повторяю Мы видели, что Мы видели это все Что Победить Бенфику, пройти Бенфику было можно Очень жаль, что ошибся в прогнозе Валерий Гладилин Единственный, я слушаю Сделал прогноз перед началом сегодняшнего матча Который сказал, что Ко его мнению Все-таки Игра должна закончиться Докумать его общим успехом По итогу Двух матчей Финальный свисток Матч окончен Со счетом 3-2 Бенфика победила Московский восьмотив И в ответной игре В первом матче Счет был 1-0 Осталось только Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!